Высокая ключевая ставка Центробанка внесла свои коррективы в рынок жилья. Инвесторы, которые смотрели в сторону коммерческой недвижимости, переориентировались. Одних начали привлекать земельные участки, вторых – вклады под хороший процент. Частично вы правы. Не все такое, что раз все ушли и куда-то ушли в другой сектор. Много средств свободных ушло сейчас в банковский сектор и все на депозитах. Все те, кто ушел в банковский сектор, они ушли либо в длительные, либо в короткие депозиты. Сейчас у нас в районе 16-ти годовых, 15-ти до 17-ти, примерно ставка играет. И иногда даже это выгоднее, чем ты вкладываешься в коммерческую недвижимость, либо покупаешь и сдаешь в аренду коммерческую недвижимость. Специалисты рынка недвижимости отмечают, как только ключевая ставка стабилизируется, с 16-ти опустится до 14-12-ти, денежные потоки из банковского сектора вновь затекут на рынок недвижимости. Эксперты прогнозируют, что ставка начнет выравниваться уже во втором полугодии. Тем не менее, несмотря на отток денежных средств с рынка недвижимости, инвестиции в нее продолжаются. В фокусе внимания – малоэтажное строительство. Небольшие уютные коттеджи сейчас пользуются спросом, отмечают застройщики на встрече время трендов. «Люди берут ипотеку, чтобы сохранить свои деньги. Берут 6 миллионов ипотек, льготные кредиты и дополнительно свои какие-то средства. И мы видим на рынок, что было, грубо говоря, 2 года назад 6 миллионов, сейчас стоит 10 миллионов. То есть, соответственно, люди хотят сохранить свои деньги, поэтому очень большой запрос на маленькие дома, грубо говоря, выходного дня». Если рассматривать грамотное инвестирование в недвижимость, эксперты круглого стола всеми руками голосуют за жилье в центре города. Престижность проживания, надежность инвестиций. Квартиру в центре однозначно легче продать или сдать в аренду. В ближайшее время мы подготовим специальный репортаж, в котором тему недвижимости рассмотрим со всех сторон. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев, Алексей Фризин. День с толком.